Он немножко обменял американцев в стиле 19 февраля 2022 года, это Мюнхенская конференция, где оказывается наших военных убивают не русские, убивают европейцы и американцы, натовцы убивают, потому что нам не дали достаточно оружия, а потому что нас до сих пор не приняли в НАТО, и потому немцы, французы и американцы убили нашего офицера, майора разведки, у которого трое детей остались сиротами. Это вы, американцы, а не русские, виноваты в египте. Это был главный акцент. Сейчас он немножко остался. Нам дали недостаточной информации. Вот мне дали информацию, но она была такая, что она была двусначная, а я не знал, как ее воспринять. Правильно воспринять? Неправильно. Да тебе дали информацию. Нам дали информацию, не дали ее источников. Ты что, дурак? Какие источники? Когда американцы предоставляют информацию своим партнерам по НАТО в Европе, натовским партнерам, да хоть в Канаде, они не дают источников. Там или вы верите им на слово, или вы не верите. В данные американцев, что на Украину будет нападение, в Европе тоже поверили не все. И поверили не до конца. Не поверили, что в таком масштабе. Не поверили, что на Киев будет наступление. Поверили, что будут бомбить всю Украину. Не поверили. Но не могли получить всей информации. Но, по крайней мере, начали готовиться к реальной войне. И Украину немножечко, чуть-чуть подвооружать. Зеленский вообще на это не отреагировал. Но он как бы тут оправдывается. Вот тут вот эта ответка. Виноваты вы, потому что вы нам дали информацию такую, которая меня не до конца убедила. Ну, это тупость. Это инфантилизм. Это глупость. Ребенка, который доказывает, что вы ему не нарисовали до конца схему электричества, а просто сказали не сунь пальцы в розетку. И он считает, что этого было недостаточно. Вот это уровень интеллекта. А теперь переходим к другой части. Он и раньше иногда себе это позволял, но это как бы было вторым планом. И сейчас это вышло на первый план. Поскольку рухать западных партнеров он уже боится. Ему уже объяснили. Наконец-то дошло, что в розетке будет больно. И он уже не рискует аж так далеко заходить. И потому он поосторожнее немножечко здесь сыграл в этом плане против западных. Но он сыграл против украинцев. Оказывается, украинцы трусы, паникеры, идиоты и дебилы, которые в случае нападения на нашу страну или предупреждения, что будет нападение, должны все броситься убегать страны. Но это версия Арестовича, который еще тогда, который с 25-го где-то числа начиная, рассказывал, мы все знали, но мы не говорили, что это потому, что будут огромные пробки, и у нас армия не сможет продвигаться. Так вас армия не передвигала до 24-го. Вас армия начала передвигаться после 24-го, когда именно эти пробки возникли. И потому проблемы были с броской армии. Потому что вы именно создали этот кризис, эту проблему. Необъясним наперед. Но самое главное. Зеленский живет с парадигмой другого народа. Он не является президентом Украины. Он не является им. Он является актером 95-го квартала, который обращается к своим зрителям обычно, для которых Украина это женщина легкого поведения с фильмом немецких для взрослых, который я готова брать в любых количествах, в любом направлении. Он дальше стався им. И потому для него непонятно, что мы жили в состоянии войны 8 лет, в том числе 2,5 года и при нем. И в этой ситуации никто со стороны не бежал. Более того, в этот период Украина получила без виз. И количество людей, которые на более длительное время выехали с Украины, не возросло, а сократилось. Потому что стало возможно. Тебе уже не нужно ожидать визы. Ты знаешь, что ты можешь поехать, и ты не будешь хвататься за первую историю, чтобы туда заехать. И там где-то закрепиться. И там пусть легально, пусть нелегально оставаться там на Западе. Ты уже дорожишь своим безвизовым статусом. Ты поехал на отдых, там страна тебе дает право на работу, скажем, Польша. Ты там остался немножко по работе, вот эти 90 дней ты возвращаешься назад, чтобы точно не нарушить эти нормы. Украинцы стали чаще ездить, но реже выезжать. Уезжать, вернее. Реже уезжать. Он этого не понял. Поскольку он к украинскому менталитету неимоверно далек. Он слишком близок, наверное, все-таки к российскому менталитету. Потом он так пробует копировать для себя Путина. Постоянно пробует. И вот этой ситуацией, которая была, ну он просто имминтарно оболгал украинцев. Что узнав, что готовится война, они начали бы какие-то деньги выводить. 5-7 миллиардов на месяц. Откуда 5-7 миллиардов на месяц будут выводить украинцы? Украинцы за два года стали намного беднее. Украинцев нет этих денег, чтобы их выводить. Плюс у тебя есть банковская система. У тебя есть система органов, которые следят по экономике. Ты ведь говоришь, что это простые будут украинцы выводить. Нет у простых украинцев таких денег. И не будут они выводить эти деньги в таких количествах, кто их еще раньше до этого не вывел. Это может выводить бизнес. Большой, крупный бизнес. Который, скажем, в стиле Коломойского. Так ты за ними имеешь механизмы следить. Ты за ними как раз и не следишь. Потому что они тебе откаты платят. Бизнес на дорогах, который сделал миллиарды. Он тебе откаты платит. И ты не смотришь за тем, как они выводят деньги. Но ты в этом обвинил украинцев. Что украинцы панически начали бы выводить деньги. Что на самом деле сделали украинцы? И ты это видел. От 2014 года начиная. Вот сейчас украинцы за свои деньги вооружили армию. Украинцы за свои деньги не вывели их за рубеж. А купили обмундирование для армии. Украинцы за свои деньги уже байрактары покупают. Уже спутники покупают. Неоднозначная история с этим спутником. Но я не специалист. Я не буду это комментировать. Но украинцы свои деньги вкладывают в оборону. Ни один из твоего окружения. Ни ты сам. Ни твои суги. Ни копейки не отдали на оборону. Вот ты живешь в парадигме вот этих воров. Жуликов и воров со слух народа. С слух Зеленского. А украинцы не выводят деньги. А привозят. И вкладывают, когда есть угроза. Украинцы не бегут со стороны, когда есть угроза. Вывозят женщин и детей. И остаются. А мужчины идут в очереди военкоматы. Украинцы, когда началось большое вторжение. Мужчины, украинцы массово возвращались в страну. Да, женщины и дети уезжали. Которых ты и сам подталкивал к этому. А мужчины возвращались. Зачем ты оболгал свой народ? Вот зачем ты врал на свой народ? Американскому изданию. Зачем? Ты видел, что люди делают все наоборот. Ты описал себя самого. Вот ты описал себя. Ты описал свою семью. Ты описал своих друзей. Ты описал своих слуг. Но ты описал не украинский народ. Ты его оболгал перед американской аудиторией. Вот зачем? Наверное, если бы только на американскую аудиторию, там бы сказали, ну да, украинцы оказываются не слишком патриотические. Если их сам, их президент, их так обзывает, их так унижает. Но это оказалось в Украине. И мне кажется, довольно много из тех, которые еще до недавнего времени чуть ли не молились на Зеленского, тоже начали где-то прозревать. А оказывается, он знал, что будет война, и он молчал от нас. Он сам подтвердил, что он знал. Оказывается, он оценил наши жизни в деньгах погибших. А давайте посчитаем. Простая арифметика. У нас никто не знает, сколько погибли. На самом деле все прячется. И цифры. Но если мы возьмем Мариуполь, где самое меньшее число, по словам Бойченко мэра, 22 тысячи, это абсолютный минимум. Сейчас все больше и больше склонится к тому, что до 50 тысяч. Когда мы возьмем все другие потери, невозвратные потери, мы уже понемногу приближаемся к 100 тысячам погибших. Война, к сожалению, не заканчивается. Каждый день гибнут люди. Иногда по несколько десятков на день. Плюс армия. Там каждый день, ну, заявляет там кто-то из высшего командования, вернее, не командования, а высшего руководства страны. Ой, теперь у нас хорошо, у нас каждый день гибнет 50-60 людей, а было и несколько сотен. Ну, мы приближаемся к количеству погибших 100 тысяч. У нас раненых, причем людей с тяжелыми увечьями, которые уже будут инвалидами на всю жизнь, их несколько сотен тысяч в стране. У нас людей, которые стали беженцами, перемещенными людьми, лицами, людьми, которых или депортировали русские у себя, или которым пришлось уехать со стороны, или где-то в другие регионы, которые не обеспечены, которые потеряли все свое имущество, у которых сломлены судьбы, сломлены навсегда, они уже не смогут восстановиться, большинство из них. У нас их где-то 15-16 миллионов. Вот что ты оценил жизнь и судьбу этих людей? 7 миллиардов, ты сказал, ты оценил. Если только на погибших, это значит, что ты в 70 тысяч долларов оценил жизнь каждого украинца, который уже погиб, или погибнет с этой причиной, что ты молчал в ближайшие месяцы. Вот ты это оценил. А если взять всех других, все эти категории, ты их сколько, 80-70 долларов оценил? Жизнь, судьбу, имущество каждого гражданина Украины. И он по тупости сказал эту фразу. Да, я понимаю, что он там не решал, что там вокруг него сидели все, и рассказывал ему Ермак, Россия не нападет, я веду переговоры, мне Козак гарантирует. А когда напал, я думаю, сам Ермак был с такими глазами, потому что я уверен, что Ермаку тоже говорили, что не нападет. А тут вдруг взяли и напали, не просто напали, он думал, что Юг сдаем, Донбасс сдадим, а дальше не пойдут. А вдруг на Киев поперлись. И тоже, наверное, определенная паника была и все прочее. Но ты об этом не сказал. Ты не попросил прощения. Ты обвинил украинцев, и ты оценил их жизнь в реальные тупые деньги, которые сегодня и так теряет страна в десятикратном размере. Из-за твоего молчания, из-за того, что отказался готовиться. Еще. Он солгал, очень грязно солгал украинцев в одном вопросе. Его спросил корреспондент о подготовке к войне. Почему, зная, что будут нападать на Гастомель, ты Гастомель не укреплял? Почему ты не вывал оттуда Мрию? Почему ты не брал оттуда другую нашу транспортную авиацию, которая нам очень сейчас была бы нужна там за рубежом, где нам оружие переводят? А вместо этого ты игрался в какие-то слова. Почему ты сооружений оборонительных не ставил? Вот почему твой кулеба рассказывает, вот там мы с Ермаком были, и нам сказал американский чиновник, ройте траншеи. И он с этого как бы возмущается, а нам сказали, рейте траншеи. Так ройте, создавайте окрепление. Не в траншеях, не в окопах был вопрос, а если было бы окопы вокруг Гастомеля, сколько бы людей мы сохранили? А если бы окопы были в районе Иванково, и был бы укрепрайон на Тетереве, сколько бы людей успели, если бы даже враг прорвался в Бучу, выехать оттуда, не погибли бы. Вот эти свыше тысячи киевлян мирных, которые погибли здесь, 1300, они бы все остались живы, если бы вы это делали. Тебя спросили, почему по Гастомулю ты не отреагировал? Прямой тезис председателя, руководителя ЦРУ. Почему ты не отреагировал и не начал готовиться к войне? А ты перевел тему на то, почему ты не проинформировал людей, потому что украинцы такие идиоты, такие жадебные люди, что они и такие паникюры, что они начали бы сразу все убежать, убегать и вводить деньги. Ты вместо того, чтобы оболгать украинцев, ты должен был ответить, почему ты не организовал оборону страны. Ты на это не ответил ничего. По поводу Гостомеля, вопрос был поставлен два раза, ни одного слова о Гостомеле сказано не было. Он вообще избежал этой темы. Что ставит под сомнение добропорядочность его намерений в момент вторжения. Такое впечатление, что он все-таки ждал этого вторжения и имел какие-то другие расчеты. Ну, бог с ним. Пока что это только, скажем, спирология. Но ты не ответил на этот вопрос. То есть на этот вопрос нет ответа. Ты только оболгал украинцев. Вот в этом интервью это проблема. Вот тот момент, что он оболгал украинцев, мне кажется, это вкурило очень многих в Украине, озлобило. А вот тот момент, что он избежал ответа, почему, зная все, он не готовился к обороне, еще как-то у нас в дискурс не вышло. И потому я на этом делаю такой акцент. На этом должен быть дискурс. Ты знал, имея информацию достаточную. Пусть ты боялся сказать людям, потому что люди тебя высмеют. Ой, там какое-то будет нападение, а нападения вдруг не будет. А отдать часть денег не украсть, а отдать на оборонительные сооружения, а пополнить армию, а не заявлять, что мы бы могли увеличить армию дважды больше, но тогда у нас не будет денег строить дороги. Это было? Было. Почему ты этого не сделал? Вот здесь преступление. И оно уже доказано. Ты уже имел информацию о угрозе вторжения. Имея такую информацию, оповещать людей, в какой способ оповещать, это действительно твое право. На таком уровне. Уже в феврале это было уже не право, это уже была обязанность. Но в октябре, но в ноябре, в декабре это ты мог решать. Ты мог рассказывать, что нарастает угроза. Там подумайте, давайте будем создавать территориальную оборону не в феврале, а давайте с осени начнем создавать территориальную оборону. Ты мог эти учения проводить, ты мог другие вещи, ты мог обучить людей. Люди бы спокойно воспринимали, если бы они видели, что власть готовится к войне, и их готовит тоже. Намного бы спокойнее все было. И 24-го, и дальше целую неделю не было бы этих страшных пробок по 40-50 километров на каждом блокпосту, которые рвались на запад, чтобы убежать отсюда. Этого бы не было. Но ты этого не делал. И вот сейчас людям показали этот момент, и я хочу, чтобы на этом был акцент именно сделан, людям показали. Ты знал, что нужно готовиться к войне. Вот эти подготовки, они какой бы паники не вызвали. Нормальная, спокойная подготовка. Все знают, у нас война идет 8 лет. 8 лет идет война. Ничего нового не сталось. Просто нужно готовиться к возможному обострению. Все, ты мог еще поругать там предшественника, вот Порошенко только там Киев укрепил серьезно ПВО. А я вот сейчас вам Харьков ПВО поставил, еще что-то там. Да люди только увереннее себя бы чувствовали. В Днепре поставил систему ПВО, такие, которые город защитят чуть ли не железным куполом. Но ты этого вообще не делал. Ты ослаблял армию. Вот этот вопрос главный. Он, то, что ты делал наоборот для снижения обороны страны, при том, что ты был очень хорошо понформирован, что нападение будет. И ты не мог этого не знать. Вот это, это самая страшная вещь. И вот когда для людей дойдет вот этот второй момент, не первый, что их оболгали, их унизили перед всем миром, а второй, я думаю, для Зеленского и для его окружения, наступят плохие времена. Это будет не во время войны, это будет уже после войны. Вот этот разбор окончательных полетов. Но когда-то он выринет. И вот этот второй момент, ты узнал о том, откуда будут наступать, и умышленно эту сторону страны открыл. Вот это проблема. Субтитры создавал DimaTorzok